всем здравствуйте лёха грильков как всегда с вами я решил продолжить плейлист топ-3 закусок перед шашлыком я посмотрел что эта тема зашла вам понравилось судя по лайкам мне кажется что вам понравилась именно простота многие недопоняли ну и так посмотрели такое вы чё с ума сошли я если это съем мне уже до шашлыка не доживу я вас понимаю ребят но я давайте объясню со своей колокольни когда у нас собирается 10 человек на даче когда компания собирается 8 12 15 человек ты делаешь ну предположим это праздник какой-то да день рождения чего-то почему бы чтобы на столе не было много хороших и вкусных закусок в общем на самом деле можете готовить спокойно это так и это в принципе это тоже отлично мы просто готовим мы сидим обычно на улице сколько часов 8-7 с вечера туда мы приезжаем в 6 и мы заканчиваем в час ночи поэтому конечно за это время а нужно чтобы закуска была хорошая если вы понимаете о чем я да сегодня у нас будет три рецепта это один из рецептов очень простой наташа все время готовит сметается на ура это со шпротами вторая тема это с огурцом и рыбой обалденная тема очень смотрится красиво а третье это скорее уже полноценное блюдо это шампиньоны я бы я бы это назвал вообще мясные шампиньоны но это очень вкусно именно с точки зрения вообще если даже шашлыки не делаете я захотел этот рецепт сюда тоже запихнуть как всегда если за тематика заходит пальцы вверх нет разумеется пальцы вниз если еще будет интересно я готов еще показать как будто я уже заканчиваю ну а с вами был как всегда лиха все ладно ладно поехали к первой закуске понадобится хлеб мне нужно три куска сегодня естественно когда мы готовим на большую компанию делаем больше корки нам не нужны поэтому мы с вами их убираем отсюда вот таким вот слушайте сегодня господа у нас тут лютый ветрюган я думаю ничего страшного все корки убрали смотрите здесь можете сделать любой красоты бутерброды я делаю так как я постоянно это употребляю то есть это берем и делаем вот такие вот треугольники что дальше понадобится масло масло подсолнечное добавляем здесь его надо много это нифига не полезный рецепт это закуска что мы делаем мы опускаем хлебушек вот так ведь он чуть-чуть так поджарился вот так поделали немного берем вилку конечно лучше это не делать но я сделаю и переворачиваем хлеб зарумянился поэтому мы сейчас снимаем и кладем на бумажное полотенце нужно чтобы лишний жир ушел с них ребят ну надо сделать немножко полезнее это блюдо берем чеснок зубчик и натираем вот так вот это нужно для того чтобы в корочки вы видите сок пошел вот это то что доктор прописал можно сделать с двух сторон я не вижу в этом никакого смысла с одной стороны хватит вкуса но и все собственно сбор высокая кулинария ребята нам понадобится соленый огурец кладем его вот так вот ну каждый уже может как угодно это сделать дальше мне понадобится вареное яйцо это очень важнецки важно вот так кладем смотрите как аккуратно да а дальше понадобятся шпроты я рекомендую настоятельно вам купить не шпротас да какой-то не ну такой блин вот на самом деле вы знаете ребят могу сказать что они у все нормально уж хотел побомбить на контору а касс все в порядке кладем эту малышку сюда на продаю немножко расколбасил пока она к нам плыва и сверху вот так аккуратненько небольшое количество зеленого лука а по поводу замен если вдруг вам не нравится дельфин можете тираж прот просто наташин а муж я не муж наташа наташа моя сестра он называет их дельфин почему-то можете заменить положить селедку можете добавить чем этом пробовали там эти бычки в томате это вообще песня а то здесь уже вот рыбное все что вам нравится именно консервы любые нравится тунец добавьте тунца а что еще огурец опять же можете добавить свежий можете добавить маринованный здесь все как вам больше нравится и так а мыс рецепт естественно не очень полезный я все прекрасно понимаю но редко такое позволить все можно и как закуска это идеально и поверьте наташ вот в нашей практике на утро никогда мы делаем очень много никогда не остается и у нас все стройные худые мощные сочные все как надо а давайте нищие я здесь давайте приступим ко второму рецепту сделаем шампиньоны такое более мясное пока как раз он будет делаться на глине мы с вами сделаем третью закуску для данного рецепта мне понадобится 400 грамм фарша это не все мы пока его с вами отставляем в сторонку кстати говяжий фарш и займемся мы грибами вот такие вот могучие шампиньоны можно на маленьких сделать но нет смысла и кстати говоря в магазинах сейчас вообще огромные продаются нам нужно ее шампиньон очистить что мы делаем и вот так расшатываем ножку смотрите сейчас надеюсь у меня получится вам показать вот смотрите вот бац бац все ножка вышла это хороший признак это знак того что можно действовать дальше но этого мало здесь начинки мало по на поместится поэтому мы вот так вот подрезаем по кругу часа постараюсь ребята это быстро вам все показать вот у нас есть колесо и вот эту внутреннюю часть мы с вами также подрезаем но шампиньоны вот этот начинку мы не выкидываем ее с вами добавим фарш потому что кучу грибы то выбрасывает совсем что с ума сошли все теперь у нас какая тема берем ложку это на самом деле кажется долго это делается все очень быстро берем ложку и начинаем оттуда выковыривать все содержимое чем больше вы чем глубже вы сделаете гриб тем больше что по моей поместится фарша и тем меньше вам понадобится шашлык после закуски на это не закуска я повторюсь это полноценное блюдо грибы отправляем к фаршу я немного меньше задействовал остальное вечером картошечку пожарим с грибами мало же еды тогда закусочки таких и так сюда идет свежемолотый перец а также соль но эти ингредиенты как вы поняли они у нас всегда идут по вкусу сюда смотрите следующая фишка это соус я использую соус барбекю вы можете легко заменить любимым вашим кетчупом но с барбекю получается прям вообще отлично сколько его сюда боль добавлять но вот я это обычно делаю на глаз вот что-то около того я думаю здесь где-то 567 столовых ложек смотрите так как я понимаю что мне все здесь собрались люди которые любят острое наташ согласись да видите на так соглашается я добавлю немножко халапеньо вы поняли до месяца полтора не было рецептов острых и тут вдруг лёха добрался все вот столько добавим лучше всего это мелко 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 нарубить тщательно перемешиваем фарш ну а дальше все по классике начиняем берем нужную фрикадельку можно и немножко вот так вот сделать да и еще очень важно если вдруг вам нравятся какие-то специи типа орегано можете смело добавлять нравится еще что-то но главное что ведь как он торчало потому что фарш все равно у нас ужарится при запекании ужарится при запекаемом громко сказано должна получиться такая плюха как-то здорово плюха на не то слово которое надо применять в кулинарном шоу на самом деле этот рецепт я очень хотел показать отдельно но он занимает буквально минуты две-три я не знаю не больше и такие рецепты маленькие делать не хочется а вот когда есть топ-3 небольшой то можно показать ничего сверхъестественного еще раз повторюсь можно лук пожарить добавить с чесноком можно грибы обжарить туда но в таком формате все очень круто происходит естественно сыр без сыра можно делать легко что еще можно придумать в легкую любите яйца эти самые перепелиные естественно делаете углубление запекается буквально 15-20 минут при 180 градусов туда вот так яйцо выкатываете 5 минут и все оно такое будет вот натаха не очень любит яйца а в смятку а я наоборот люблю также можно добавлять туда чем мы добавляли до этого маслины оливки оливки добавляли до без косточки то есть все что вам нравится но здесь тоже фантазия у вас может разыграться как хотите можете куриный фарш опять же использовать в гриб можно начать чего угодно вообще я показал версию которая мне очень нравится и так 180 градусов можно делать в духовке на 25-30 минут все зависит от вашей духовке если вдруг хотите сверху еще сырочка присыпать то потом еще присыпаете на 5 минут и все готово но здесь а будет и так все красиво а мы можем с вами приступить к третьей закуске и так понадобится 200 грамм сыра дальше сыр берите любой у меня по вам российский взят дальше идет мелко нарубленная мелко нарубленный укроп и укроп здесь отлично подходит потому что с рыбой укропчик это то что надо дальше лимон здесь нужно буквально пару капель кислинка небольшая то есть вот ну где-то вот ну что ну тоже не перебарщиваю вот вот столько все больше не надо дальше чеснок как вы видели как я технично вилка я же технично об штаны все актер люди говорят так правильно мужики делают нормально не надо у нас три зубчика чеснока небольшие можно за воспользоваться прессом для чеснока я не буду потому что лень идти я делаю вот так и мелко 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 вот так вот нарезаю все чеснок мы отгружаем с вами отгружаем я просе чувствую грузчиком наташки не кажется портовый грузчик я про портовые другие профессии слышал провод грузчиков а ну да есть точно знаешь ли извращенный ум и так все а теперь очень важная штука я считаю что это подорожник для всех бед это майонез вообще-то просто завсегдаты любого стола в любом салате он есть сколько его надо сюда к сожалению сложно сказать это надо делать все по замесу как я делаю то есть я вот выдавливаю столь и перемешиваем и добиваемся нужны нам с вами консистенции вот я чувствую что ну не так это все как надо нужно еще немножко майонеза добавить в это великолепие вот столько все и здесь мы уже заканчиваем и вот мы что-то похоже у нас должно с вами было получиться остался главный ингредиент это рыба красная вот она моя хорошая замечательная кусочек 200 грамм это у нас слабосоленая можно взять копченую она у нас на такой шкурке разумеется шкуру надо будет убрать я не знаю буду ли пока зачем показать я сейчас без этого все сделаю нам нужны кубики то есть что я имею ввиду давайте я немножко отрежу и вам покажу вот у нас есть такие полоски и мы их вот так вот нарезаем две трети от этого я убираю в наш с вами замечательный начинка начинки а вот так вот не знаю подешел падежов не говори глупостёвка говорится и так вот столько это я оставляю для того чтобы все красиво красиво украсить здесь мы уже вот эту начинку мы сможем с вами спокойно вот уже перемешать и смотрите так как рыба соленая я не советую вам досаливать просто попробуйте что получается если вам нравится такой чувство воды пока и помидоры ребят если хотите сэкономить можете добавлять все просто слабо соленые помидоры абсолютно верно так а мы с вами двигаемся дальше что у нас дальше огурцовая история разумеется вот то что мы сейчас сделали можно сделать багетик аккуратно подсушь багет багет подсушить его все отлично не я хочу чтобы лосось вернее семгушка дополнялась хорошим ароматом вернее вкусом огурца что для этого я делаю попец мы отрезаем его потом съедаю за кадром всегда конечно если честно ее терпеть не могу берем вот такая вот фигулина называется она у нас овощечистка и начинаем делать вот такие вот были не люблю это слово ребят честно делаем некие слайсы вот это у нас не понадобится это так съем сейчас давайте на работах покажу для съемки вот вот нечто похожее у нас должно получить только потолще берем пластину понадобится начинка сколько сколько начинки легнут немного ли это вот это ребят действительно много тут нужен глаз алмаз мне к сожалению он не очень хорошо работает но вот что-то около того у вас должно получиться этим расформировали и все вот так крутим 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 отлично все пока получается у нас с вами смотрите переворачиваем сюда сверху кладем вот так два кусочка рыбы и можно немножко немножко вот так вот сока об об а для вот так вот вот Что касается последней закуски с огурцом Если чего, можно вот так свежий салат накрутить Но это классика, я думаю, что все знают Обычно они добавляют укроп и не добавляют рыбу Но это все-таки на праздник делается Я хочу это так позиционировать Да или просто на какую-то вашу встречу друзей, скажем так Вы же не сидите час или два Вы сидите всегда долго Четыре с половиной, пять часов Если меньше, то проблемы в коллективе Я, конечно, понимаю, что если остается алкоголь на утро Это настоящие проблемы в коллективе Но это тоже вариант Четыре с половиной, пять часов и отлично Да Итак, давайте сначала начнем Это вот эта вот закусочка Она очень классно идет Вы только собрались такие все Кто-то говорит красивый тост На горах, где-то там высоко У нас так обычно Наташа муж говорит Давайте попробуем Я не думаю, что стоит описывать как-то этот рецепт Это просто хорошо подобранные ингредиенты С большим количеством масла Еще раз повторюсь С дельфином-шпротом Который тоже у нас в масле находится И все в целом неплохо И вот первая рюмочка у вас ушла И сейчас начинается вторая И многие говорят, что Лех, ну что ты вот этот алкоголизм Приводишь на канал? Зачем это надо? Ребята, я за культуру хорошего питья Не нужно перебарщивать Ну например, тема запивания каких-то напитков Вот я считаю, что это вообще неправильно Нужно закусывать И нужно немного пить И еще чего-то Я уж не знаю Воды, лимонада Что вы там пьете И дальше у нас идет Вот эта вот огуречная история Те, кто любит роллы, поймут Ну это можно палочками есть Ну какие палочки? Мы русские люди с вами или нет? Пахнет огурцом Совпадения? Не думаю Вначале ты чувствуешь свежий огурец Ты понимаешь, что ты на правильном пути Потом быдыщ И подорожник в виде майонеза появляется И там же рыба И все это очень гармонично Единственное, я настоятельно рекомендую Добавить сверху немножко, ну пару капель лимонного сока Это придаст небольшую оттеняющую кислинку И будет вообще бенч Вот эти штуки, они очень быстро расходятся Делайте их побольше Мы сегодня задействовали два огурца У нас получилось Сколько там получилось штук? Ну штук 15 получилось, нет? Да Получилось где-то 15 штук То есть если у вас компания 15 человек Две каждому Ну тогда прям на тарелке рассортируй Потому что вот это будет вот так вот уходить Это очень свежо Это свежо, это очень вкусно заедать 18? 18 штук вот говорят Наталья, спасибо, спасибо Наталья Спасибо Ну если не хотите запариваться Можно легко делать вот в таких вот листах Получается тоже очень классно И вот мы с вами добрались до закуски номер 3 Еще раз повторюсь Это я так сказал, закуска Она просто очень быстро готовится и просто Ну относительно все, конечно же Но как основное блюдо сегодня шикарно И делается не сложно Ароматец отличный Давайте попробуем Все запеклось, естественно Ничего у нас не пригорело Погнали Казалось бы, опять же Ничего особенного здесь нет Ну что, это грибы И это фарш Но все это очень хорошо сочетается Очень вкусно Небольшая остринка от халапеньо Естественно, если нет, не добавляйте А также фишка идет в барбекю соусе Я сегодня его использовал Но, смело вам могу сказать Легко подходит кетчуп Просто барбекю соус, да, Анташ? Он очень такой, ну, в меру сладкий В меру пикантный И вот очень приятно То есть это некий, знаете, я бы даже сказал Маринад для фарша Сыр используйте любой И еще раз повторюсь Нет желания использовать сыр Можно туда перепиленное яйцо Вот так вот положить Будет тоже отлично И вот эта штука расходится Как основное блюдо Ну, вот я сейчас съел штуку Я понимаю, что я сыт Как и обещал, показал вам три закуски Одна из которых достаточно сытная штука А остальные, ну, что-то, может быть, кто-то для себя найдет Приготовит И обязательно напишите в комментах Если приготовили, что-то понравилось Чтобы я понимал Также очень прошу Делитесь в комментах Вашими простыми закусками Я буду что-то подчерпывать И показывать вот в этом формате топ-3 Просто есть маленькие рецепты Их очень много И хочется именно скомкать в один выпуск И вам показать Если понравилась данная тематика Разумеется, ставьте пальцы вверх Если нет, пальцы вниз С вами был, как всегда, Алексей Грильков Подписка на основной канал Ссылка на группу ВКонтакте Будет в описании До вкусных встреч, пока Мне так нравишься Говорят, съел одну штуку и я сыт А что? До этого он съел огурец И еще бутерброд А оператор не сыт Такое говорить?